соседка отдала тесто она много видать намесила на блины и отдала мне половину вот я сейчас буду своему супругу печь блины в общем она сюда добавила десяток яиц и творог вот мой супруг попробовать что это за блины такие я не разу такие никогда не делала видите какая как опара получается вот интересно что же из этого получится не продали 10 десяток яиц и творог через у меня у бабушки царство небесное такие вкусные блины получались это вообще что-то и во-первых они были очень-очень тонкие вообще прям тонюсенькие такие ажурные боже я вспоминаю прямо знаете прямо слеза течет прям бабуля прям вот у нее с тестом она была вообще на ты вообще все шанги и всякие пироги и рыбники и блины это все было ее вот вот прям вообще она вкусно все пекла не очень нравилось не выпечка от этого и толстая жирная тетка сейчас попробуем светкины блины ее тесто фирменное но она кстати очень часто печет она очень часто прямо там выпекать всякие пироги вот недавно не умерла мужа тетя вот она делала рыбные пироги прям такими получились вообще отменные я не пробовала ну как бы она хотя угощает но я нет я не хочу себя дразнить вот и но на вид они прямо шикарные были вообще шикарный сейчас посмотрим как эти вот блин хотела вот на этой старой чугунной сковороде но так как у меня получается на новой этого ставлю это в основном я ставлю воду под низ в эту духовку чтоб один блин из пекла уже стырили все уже свистнули один вами привык знаешь как положили горячая тут же съедать мне в семье было не так принято мама напекет и тогда только ели ну у каждого свои законы устои и так далее ну что уже вечера я все еще держусь все на кефирный и на на кефирный и на огуречные разгрузки ну ничего я уже нормально я себя ощущаю хорошо вот завтра уже буду выходить завтра с утра буду белковые что-нибудь легкое и все будет хорошо пойду в норму в колею и все все образуется я в этом уверена самое главное чтоб меня никто не соблазнял никто знаете не приглашали меня в гости потому что знаете я всегда знаю что вроде как нельзя отказывать людям я и так целый год тогда вот отказывал и многие кстати обижались на меня и как-то знаете ну такое неприятное чувство когда знаете на тебя смотрят типа ксюшу ну ты чё образилась совсем ну так вот знаете типа дают понять что типа и вроде бы мы же стараемся так вот а ты значит такая свинья и не хочешь с нами посидеть поесть допустим что-то вкусно вот сегодня шли танюха моя подружка помните который с балкона это самое помогало ей выйти вот она вот сегодня идет серёгой это из магазина идут знаешь сможем и сразу же дусь и пачку этого вафель скуслила такая дуня держи вафли и хватает зачем-то ешьте ешьте ну да не она а белорусская наученка хлебосольная и надо вот все чтоб все были накормлены все по лавкам сидели и все было хорошо вот так ты такая на молодец у нас такой в квартире прогресс все что-то прям так стали таким все чисто плотными каждый день протираем полы на кухне в коридоре промзайте прям я вообще в шоке потому что все сидят дома и нечем заняться вот в чем вот в чем проблема да хотя это не проблема но еще слава богу аллилуйя аллилуйя конечно потолки я не буду протирать потому что копоти знаете сколько а то что если меня осудили то что я там прибиралась да ну все это все это настолько жизненные мелочи божие самое главное чтобы мы вами с вами были здоровы и счастливы и жили сами с собой вот что самое главное все остальное ерунда все приложится все будет хорошо а то что многие говорят что вот значит если бы твоя мама была чистоплотной то бы тоже да нет моя мама такая частью ли девчонки мальчишки вообще такая вот прям я всегда бесила то что я не прибиралась никогда но дома дала ну как бы не помогала и там что-то не делала естественно это и раздражала она такая очень чисто плотно она все ну она не до фанатизма нет у нее не до фанатизма но пыли у него пыли у нее практически никогда не бывает я никогда не вижу приезжаю в гости я все время чисто все время хотя человек работа это сам по себе вот такой человек я такая она такая я ее воспринимаю на меня нет давай пробую соленая